Если бы была машина времени, и зная о том, что произошло во время Второй мировой войны, Садхгуру, убил бы младенца Гитлера? Это первый вопрос, который остается проблемой. Стал бы я убивать бэби Гитлера? Зная, что 6 миллионов евреев могут быть спасены. Смотрите. Знаете, Адольф Гитлер – следствие, а не причина, Второй мировой в том числе. В том смысле, это были столетия ненависти вокруг еврейского народа. Дело не в том, что это вдруг неожиданно возникло из-за Адольфа Гитлера. Да, он использовал это политически, чтобы делать разные вещи, это другое дело. Но эта ненависть была распространена среди населения. Ни год и ни два, а в течение веков, целых 18 веков, это было живо. Адольф Гитлер стал представителем этой ненависти. И он консолидировал эту ненависть, организовав ее таким образом, что она стала мега-катастрофой. Но эта катастрофа разворачивается на протяжении долгих лет. Люди всегда обвиняли евреев в том, что они убили Христа и хотели добраться до них по разным причинам. Их преследовали не одним способом. Каждое поколение понемногу преследовало их. Это происходило в разных странах по всему миру, во всяком случае не здесь. Поэтому, когда пришел Адольф Гитлер, он это увидел. То, за что вы обвиняете Адольфа Гитлера, это компетентность. У всех была одинаковая ненависть. Он организовал эту ненависть в очень конкретную, компетентную, ориентированную на результат вещь. Сколько угодно людей пришло на войну, еще более деспотичных, чем Адольф Гитлер. К счастью, они оказались не столь компетентны. Не знаю, учился ли он в вашем университете. Потому что его организаторские способности экстраординарны. Вы должны взглянуть на это. Если бы только он организовал это не против определенного сообщества, а ради благополучия мира, какой он фантастический организатор. Так что мы будем говорить о его компетентности. Ненависть в обществе. Он организовал ее и привел в конечном счете к такому ужасному виду. В каждом поколении есть тираны. К счастью, они важны. К счастью, они есть везде. Не думайте, что это не так. Я каждый день встречаю тысячи людей. Вы должны увидеть, какие у людей есть умонастроение, сколько у них повсеместной ненависти к кому-то, кого они даже не знают, включая меня. Люди, которые никогда не встречались со мной, люди, которые не разговаривали со мной, у них столько ненависти. Скажи, в чем проблема? Ты меня даже не видел. Но нет. Таким образом, эта повсеместная ненависть воспитывается в обществе в виде религии, в нашем обществе, в виде каст, вероисповеданий, идеологий. Смотрите, все сосредоточены на Адольфе Гитлере. Я не пытаюсь принизить то, что он сделал. Он один человек. Так много людей причиняет боль друг другу, но он один человек, который организовал человеческую боль, как никто другой. Он сделал из нее машину в реальном организованном виде, как промышленность. Он не совершал убийств просто ради убийства. Он сделал целую индустрию убийства. Вы знаете, настоящую промышленность. Фактически. Он организовал фабрики смерти. Никогда. Никто прежде не организовывал это. Но не думайте никогда. Ни у кого не было таких наберений. Никто не испытывал таких эмоций. Этот человек организовал. Ты бы убил маленького Гитлера. Нет, это не помогло бы. Потому что другой парень, возможно, еще более компетентно пришел бы. Вы никогда не узнаете. Итак, на чем нам нужно работать? Мы должны работать так, как я говорил вам о культуре мира. Это очень важно. Мы никогда не работали над культурой мира. Только когда он взрывается нам в лицо, мы хотим это решить. Иначе мы просто займемся своими делами. То, как мы едем по улице, это грубость. Это не быстро. Это просто грубость. Я хотел бы, чтобы они ехали быстро. Если бы они были квалифицированными водителями, они бы ехали быстро. Они неквалифицированные и грубые водители. Грубость означает, что вы не возражаете, если кто-то пострадает. Не так ли? Насилие не обязательно означает, что я собираюсь бросить тебя чем-то. Мне плевать, если мы пострадаем. Это грубость. Не так ли? Итак, повсюду. Нам нужно увидеть, культура — это не то, что можно построить за одну ночь. Лозунги можно строить в одночасье. Вы можете сделать протесты и демонстрации в одночасье. Нельзя создать культуру за одну ночь. Для этого требуется целая жизнь самоотверженности. Никто не проявил такой самоотверженности. Все хотят немедленного решения. Когда что-то бабахнет, они кричат. Как только все закончится, они займутся своими делами. Так что это очень важно. Я хочу, чтобы вы поняли, что Адольф Гитлер может родиться где угодно, потому что культура неприязни и ненависти к другим людям, которые не похожи на вас, так укоренилась в обществе. Это просто вопрос. Он должен получить степень здесь. Я делаю комплименты институту.